Похвалите себя. Да, прямо сейчас похвалите себя. Но я представляю, как это сложно сделать. Мы привыкли себя критиковать, обесценивать, недолюбливать. Как и всегда, все тянется из детства. Родители, учителя. Еще в нашей культуре будто стыдно хвалить или подчеркивать достоинства и успехи. Сдал экзамен на 5 – хорошо, так и должно быть. Выиграл старинование – это тоже норма. Но все, к сожалению, это обесценивано. Привычку сформировали в детстве, а во взрослой жизни получили комплекс неполноценностей, синдром отличника и трудоголика. Мы чаще всего, даже сделав что-то хорошее, считаем, что могли где-то подтянуть, добавить, сделать побыстрее, еще массу бы. Но вы уже сделали, и это уже круто. Дошли до спортзала – это уже маленькая победа. Улыбнули себя утром в зеркале, выпили стакан воды натощак – супер! Цели могут быть разные – маленькие, большие, глобальные. И чтобы дойти до финиша, эту цель необходимо дробить на маленькие кусочки, на маленькие этапы. И каждый этап – это уже маленькая победа. Не нужно себя за это благодарить. Вместо того, чтобы тратить свою энергию на обесценивание себя, потратьте ее на созидание и благодарность. Ведь это самая лучшая мотивация.